Хорошо, у нас остались 10 вопросов к вашему куратору, и сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Марины. Это женщина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора и учителя Марины. Представьтесь, пожалуйста, как к нам к вам обращаться. Какая прекрасная атмосфера в этой комнате диагностики. Благодарю вас. Приветствую вас и благодарю за то, что пригласили меня. Во благо. Мое вибрационное имя Мира. Мира. Приветствую вас, уважаемая Мира. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили проверку вашей подопечной. Чуть раньше мы проводили ее чистку. И я думаю, вы в курсе всей ситуации, которая произошла. Марина заправилась какой-то золотой энергией. Не знаю, откуда она ее взяла. И вот ситуация такая, что мы получили новую подключку от гуманоида. Информацию мы получили также от межгалактической полиции укрепить ее дом. Мы укрепили эти защиты на ее земельном участке и доме. Остальное сейчас зависит, в принципе, от нее. Это было вступление, уважаемая Мира. У нас 10 вопросов, которые написала Марина своему куратору с просьбой ответить на эти вопросы. Будет ли вы так любезно, уважаемая Мира, ответить на эти вопросы? Да, именно для этого я здесь. И я старалась, чтобы эта встреча приблизилась и случилась как можно быстрее. Вот она и случилась. Итак, я начинаю с первого вопроса. Откуда моя душа и как выглядит? Какой прекрасный вопрос. И я с удовольствием на него отвечу. Ты арктурианка, и твои энергии выглядят как звезды. Бело-серебряным цветом. Ярче или бледнее. Это зависит от твоего настроения и внутреннего состояния. Именно из таких энергий выглядит твой стержень. И родные энергии, которые помогут тебе в твоем излечении. Это первое. А второе. Цивилизация Арктура, которая стоит за тобой. Защитит тебя. Знания, что ты не одна и откуда ты, дадут тебе волю, смелость и силу внутри. Эти энергии, как я уже сказала, белые, доходят до серебристого цвета. Но не у всех и не всегда. Это зависит от душевного состояния, от чистоты души и чистоты сознания. Белый ослепительный цвет расходится в стороны. У кого-то он тусклый, у кого-то он ярче. Чем он шире и ярче, тем осознаннее душа. И тем легче эти энергии. Они легкие, но в то же время они сильные. Пока я говорю это, ты активируешь свой стержень, расширяешь их, представляешь свои энергии. Они, как солнечный свет, выходят из тебя лучами. Но это белое солнце внутри. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая Мира. На этом месте за то, что вы описали эти энергии, родные энергии Арктура. И на этом месте мы приветствуем представителя Арктура в нашей комнате диагностики. Мы очень вам рады. Приятно слышать. Второй вопрос. Сколько воплощений у меня было и сколько на Земле из них? О, ты любишь Землю. Это твое 13-е воплощение на Земле. Но первый вопрос я не поняла. Она имела в виду общее количество жизней. Не перестаешь воплощаться. С одной стороны, это одно воплощение души. Одно я имею в виду твою целую жизнь. Жизнь души не прекращается. И я не могу сказать, сколько воплощений было, так как я твой куратор на эту жизнь. Общее воплощение души не останавливается. Покидая Землю, душа не умирает. Поэтому я не могу сказать, что она переходит в другое воплощение. Душа продолжает жить. Благодарю вас за это разъяснение, уважаемая Мира. Я перехожу к третьему вопросу. Если можешь, расскажи, пожалуйста, мое самое яркое воплощение. Возможно, где я помогала другим. Хорошо. Одно из воплощений было в 1812 году. Ты была сестра милосердия во Франции. Это хоспиталь, в котором ты работала молодой девушкой. Ты болела за каждого раненого человека и отдавала всю себя, работая днем и ночью. Это было великое милосердие и доброта с твоей стороны. И когда это было? В 1812 году. 1812 год. Это мы в нашей истории этот год знаем. Благодарю вас. Вы хотели еще что-то добавить, уважаемая Мира? Я лишь рассказала один из моментов в прошлой жизни. Спрашивайте, есть ли что-то интересное. Я ответила на вопрос. Я думаю, вы вполне ответили на вопрос. Как он был поставлен, такой ответ мы и получили. Благодарю вас. Я перехожу к четвертому вопросу. Сколько пройдено кармических узлов и сколько еще предстоит пройти? Это очень интересный вопрос. И я объясню, почему. С того момента, когда ты знаешь свои родные энергии, когда ты знаешь, какой цивилизации ты принадлежишь, когда ты знаешь, что ты не одна. Твои кармические узлы имеют совсем другой смысл и имеют совсем другой выбор и решение. Поэтому третий кармический узел ты проходишь прямо сейчас. В твоей жизни, как минимум, будет два кармических узла. От твоего развития, от развития осознанности, от чистоты души будет зависеть, захочешь ли ты еще проходить кармические узлы, делать выбор в своей жизни. Или душа просто захочет наслаждаться и отдыхать на планете Земля. Благодарю. Благодарю за этот ответ. Все понятно. Переходим к пятому вопросу. Какой уровень моего высшего «я» и довольна ли оно моим прохождением уроков на Земле? Уровень высшего «я» – 12. Насколько высшее «я» довольна, я не могу сказать. Это надо спросить высшее «я». Я могу ответить как куратор на этот вопрос. Часть души находится на Земле, и душа хочет поступать по-человечески. Какой бы выбор ни стоял, и какая бы задача ни была, человечность – первое, что должно быть выбрано. Если ты живешь по душе, идешь за ее зовом, считаешься откликом души, то высшему «я» больше ничего не нужно. Оно будет спокойно, оно будет гордиться своей частицей. Несмотря на благо и материальные возможности на Земле, душа выбирает честность, человечность, милосердие. И это главное, что считается для высшего «я». Это награда и гордость. Вот так я отвечу на этот вопрос. А дальше лишь душа выбирает свой путь. Благодарю вас, уважаемая Мира. У нас на Земле есть такое выражение «жить по душе» или «в согласии с душой», передавая душе право решать, делать этот выбор. И душа никогда не сделает выбор против себя. То есть никаких негативов не может быть. А вот наши решения, они могут иметь какой-то такой легкий порог. Если мы спрашиваем душу, как поступать в какой-то ситуации, душа резонирует и отвечает нам, можно это чувствовать у тех, кто работает с этими энергиями. Душа вибрирует приятно или она, наоборот, дает какую-то тяжесть. Я полагаю, вы сейчас об этом говорили? Я говорила о том, что любая душа понимает, что такое хорошо и что такое плохо. И иногда, что то, что хорошо для души, плохо для материального состояния или биоробота на Земле. Поэтому душа принимает решение. Благодарю вас. Мозг — это две разные вещи. Для Высшего Я, конечно же, решение души и её связь со знанием и мозгом, гармония будет самым главным подарком. Если душа дошла до такого уровня и может выбирать и идти дорогой добра, это главное для Высшего Я. Это я имела в виду. Я благодарю вас за то, что вы развернули этот ответ и осветили его более детально. Благодарю вас. Я перехожу с вашего разрешения к шестому вопросу. Готовы ли я к обучению у Влада и Веры для того, чтобы помогать другим? Вот этот как раз вопрос должен быть задан самой себе, в твоей Душе и отвечен не только словами, но и чувствами. Я покажу, что происходит. Есть горячее и холодное. Если ты с горяча бросишься куда-то, то ты обожгёшься, и тебе будет неинтересно. Если ты холодна и есть любопытство, тогда есть и сомнение, и оно не доведёт тебя до правильного внутреннего результата. Ты должна найти баланс и внутреннюю гармонию и понимание. Это и есть услышать свою душу. Если душа выбирает и рвётся к каким-то знаниям, нужно посмотреть шире, увидеть альтернативу, показать Душе разные варианты. Даже, может быть, это нужно показать твоему сознанию и уму. И тогда душа сделает правильный выбор и скажет, «Вот это моё, и там я хочу быть». Поэтому проведи домашнюю работу, «Поговори с душой, и ответ придёт от тебя изнутри». Без этого ответа делать такую работу будет опасно, как я уже показала, горячая и холодная. Благодарю. Какой красивый ответ, уважаемый Амир, я благодарю вас за этот развернутый ответ. Я перехожу к седьмому вопросу. Какие у меня таланты в этом воплощении? У тебя много талантов, но твой главный талант — это материнство. Охраняй и защищай своих детей. Это души, которые выбрали тебя как маму. Слушай их, объясняй им про душу, чтоб их душа не зачерствела, чтоб душа радовалась счастью и любви вокруг. Не материальному состоянию, а радость нахождения с любимыми людьми. Ты как мама и арктурианская душа можешь дать им очень много знаний, духовных знаний, душевного спокойствия. Конечно, развиваясь сама, ты развиваешь своих детей. Благодарю. Благодарю я вас, уважаемая Амира. Я перехожу к седьмому вопросу. Какие у меня таланты... Подожди, я, по-моему, задал уже, Вера, да? Какие у меня таланты в этом воплощении? Я называл только что, да? Да, именно на этот вопрос я только что ответила. У тебя много талантов. Но развивая детей, ты поймешь, что тебе нужно развиваться самой. И развиваясь, ты развиваешь детей. Все очень гармонично и связано. Будь примером для них. Благодарю. А можно задать направляющий вопрос? Есть такая информация, что дети являются учителями родителей на Земле. Именно поэтому я сказала, слушай их и не дай их душам зачерстветь. Отлично. Благодарю вас. Перехожу к восьмому вопросу. Какая у меня связь из прошлых воплощений с моим мужем и прошли ли мы с ним кармический урок? Довольно интересный вопрос. Я бы хотела посмотреть прошлые жизни, прежде чем ответить на него. Как я уже сказала, я куратор на эту жизнь. Но, несомненно, души имеют связь из прошлого. Вторую часть вопроса я не смогу ответить, так как ты понимаешь в ограниченном смысле кармический урок. Ты понимаешь, это как какое-то наказание, которое связывает вас. На самом же деле две души спускаются на Землю, чтобы сделать и решить какие-то определенные внутренние проблемы, чтобы выросла душа, чтобы правильно, как я уже говорил, по-человечески жить в гармонии и любви. Это высший и лучший вариант прохождения жизненного пути и жизненной программы. Я скажу шире. Спускаясь на Землю, душа имеет несколько путей. Какой выберет душа, такой будет жизнь. Как минимум три дороги открыты для души. Если суждено встретиться паре, как бы вы ни убегали от этого, души встретятся. А дальше уже стоят они на правильной дороге, выберут они вместе, не заметят они друг друга. Тогда они встретятся снова. Это очень интересный путь и очень простой. Кажется, что все запутано. На самом деле все логично. И если души живут в любви и согласии, о них набирается много позитивной энергии. Эта энергия распространяется вокруг этой пары. И эта пара, возможно, создать очень большое количество добра, любви, позитива и помочь многим вокруг себя. Именно это я хотела сказать. Кармическая связь, я бы не назвала это. Это лучший выбор в жизни двух душ, которые поняли, что вдвоем они могут создать гораздо большее. Соединяясь вместе, сливаясь, они делают большой поток доброй и позитивной энергии, как я уже сказала. Иногда не понимая этого, но они притягивают другие души этой энергии. Другие души, не понимая это, чувствуют, что там помощь, им нравится там, несмотря на то, что внутри, может быть, они неправильный выбор делали в своей жизни до этого. Энергии пары притягивают их, притягивают, потому что душа всегда ищет доброты. Вот такой мой ответ. Замечательный ответ. Я благодарю вас, уважаемая Мира. Такие красивые ответы. Очень приятно слушать. Перехожу к девятому вопросу. В принципе, мы этот вопрос уже ответили вы на него. Как выглядит мой стержень и можешь ли ты его активировать? Конечно, стержень активирована. Я думаю, что ты прекрасно чувствуешь это. И остался последний десятый вопрос. Как я могу связаться с тобой и по каким вопросам? Телепатически интуитивно. Представляя энергию Арктура, тогда ты не ошибешься в выборе. Остались заключительные слова. Как же я счастлива, что могу с тобой связаться. Я ощущаю тебя с самого детства. Я знаю, что ты меня всегда поддерживаешь и не даешь сдаться. Шлю тебе энергию любви и благодарности. Если я что-то забыла спросить, дай мне напутствие. Обязательно не дают сдаться тебе арктурианская цивилизация. Как я уже сказала раньше, знания, что ты не одна, и знания, кто ты, дают тебе огромную защиту. Это, как я говорила и отвечала на предыдущий вопрос про семью из двух человек, из двух душ, готовых создать энергетическое поле доброты вокруг себя. Также целая цивилизация защищает тебя. И если тебе нужна защита, эти энергии увеличиваются в несколько сот раз. Говоря о том, как можно со мной связаться, я не упомянула состояние медитативное или состояние альфа, как вы его называете, специально. Именно потому, что ты можешь слышать и понимать мое присутствие телепатически. Именно поэтому я сказала интуитивно. Короткий вопрос и ответ уже интуитивно внутри. Благодарю. А иногда еще идет ответ во время задавания вопроса. Это важный нюанс. Уже внутри. Уже внутри. Благодарю вас. Я думаю, не помешает ей об этом знать. Уважаемая мира, я благодарю вас за эту прекрасную встречу, за такие развернутые и красивые ответы, которые вы давали сегодня. Здесь невозможно ничего неправильно понять, потому что так как вы разжевали, у нас есть такое выражение, и в деталях рассказали о всех этих нюансах, это очень поможет душе Марины. Остался маленький нюанс, который на Арктуре уже прекрасно знает, но, возможно, вы еще не знаете. В этой комнате диагностики есть очень добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, который нас посещает, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Миры, будет ли она так любезно принять этот скромный подарок в знак благодарности за ее помощь, своей подопечной, за эти замечательные ответы, просто на добрые воспоминания об этой отличной встрече. Какой великолепный подарок. Благодарим вас. Это очень приятно, получать подарки и мысли формы с планеты Земля. Очень интересное растение и природа. И все разные. Все разные. Я бы даже сказала, разные эмоции дают эти прекрасные плоды. Благодарю. Передавайте, пожалуйста, на этом месте привет Арктуру. Мы будем рады всем кураторам, которые, как и вы, достучаться до своих подопечных. Со своей стороны мы готовы убрать все преграды, которые стоят у них на пути, открыть двери, в которые они дальше пойдут сами. Это прекрасные слова. И я еще раз благодарю вас за эти слова и за эту встречу. Мы не прощаемся с вами. Возможно, на каком-то этапе своего развития Марина захочет встретиться со своим высшим я. В таком случае мы всегда приглашаем куратора на эту встречу. Надеюсь, когда-нибудь она случится. Благодарю вас. Да, будет так. А так и есть. Все умное лучшего. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Какие энергии идут от куратора, чувствуется на Земле. Марина, мы закончили встречу с вашим куратором, Мирой. Вы получили все ответы на свои вопросы. Какие великолепные ответы. Я буду переслушивать их много раз. И вы действительно сказали правильно. Энергии и вибрации, которые я чувствую сейчас, они совсем другие, уверенные и сильные. Потому что это родные ваши энергии Арктура. И они очень сильные. И не забывайте, за вами стоит, с момента того, когда вы знаете, к какой цивилизации вы принадлежите, за вами стоит целая ваша цивилизация Арктура. И там ни один драконянец не решится. Да, зная это, не можешь жить, как жил раньше. Так и есть. Добро пожаловать в новую жизнь. Хорошо. Сейчас мы будем возвращать вас в вашу систему Биоробот Душа, чтобы все эти энергии и знания перешли на физический план. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Марины в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки, извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Ей еще идет информация от Мира. Она забыла сказать, что своими родными энергиями, направляя их в больные места, она может излечаться. Мы об этом ей говорили, по-моему, еще в первом сеансе. Мы передали. Отключайся от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подъем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok